Привет! Этот урок называется «Что такое дресс-код?». Мы переходим с вами к большой теме, она называется «Дресс-код. Основные понятия». В нее входят три урока. Этот урок «Что такое дресс-код?» и следующие два «Зачем нужен дресс-код?» и «Какие есть плюсы и минусы?». О них мы поговорим на следующих уроках. Сегодня будем разбирать, что такое дресс-код. Вообще, в целом, дресс-код — это уже такая культура сегодняшнего дня. И так как этикет достаточно прагматичен, под каждое мероприятие, под каждое событие выработан и придуман свой дресс-код. К каждому виду дресс-кода есть свои требования, которые помогают выглядеть всегда достойно, красиво и под формат события, куда используется этот дресс-код. Вообще, дресс-код, если дословно переводить, то это такая, знаете, форма одежды, которая требуется при посещении либо каких-то мероприятий, либо каких-то определенных локаций, либо заведений. В организациях, в компаниях, на работе, в офисе тоже часто присутствует дресс-код. Бывает достаточно строгий, бывает более лояльный, бывает смешанный. Вообще, в целом, в офисах и на работе сейчас уделяется достаточно много внимания дресс-коду, потому что он отвечает на некоторые запросы собственников компании, он закрывает какие-то потребности. Это не только, знаете, такое требование выглядеть красиво. Нет, дресс-код закрывает очень много целей и задач компании. И компания зачастую регламентирует стиль одежды для сотрудников, которые работают в офисе, и перечень одежды, цветов и аксессуаров, которые можно носить. И также существует перечень неприемлемой одежды, которую нельзя использовать на мероприятиях в офисе и так далее. Наиболее строгий корпоративный дресс-код можно обнаружить в банках, ресторанах, например, в офисах каких-то крупных компаний. Менее строгий, например, в IT-компаниях, там все более спокойно с дресс-кодом. В общем, давайте мы с вами потихонечку как раз таки перейдем к тому, где чаще всего используется дресс-код. Возможно, вы замечали сейчас все чаще и чаще, больше и больше на вечеринках, на мероприятиях, в пригласительных пишут дресс-код. Пишут либо цвета, которые можно использовать в образах, либо конкретная одежда, либо какие-то аксессуары, которые подойдут в тематику мероприятия. Причем дресс-код может не только подходить к теме вечера, он еще может подходить к формату мероприятия или к формату места, куда вы идете. Так вот, куда мы используем дресс-код? Конечно же, в первую очередь, это ивенты, мероприятия, события, они могут быть разные, начиная от дня рождения, заканчивая свадьбой, юбилеем или корпоративом. Чаще всего везде нужен дресс-код и в зависимости от формата мероприятия и от виновника торжества, скажем так, выбирается определенный формат дресс-кода. Где еще используют дресс-код? Он может быть определенно в офисе, я уже говорила, он может быть достаточно строгий, например, в банке, когда все четко, белая рубашка, черные брюки, пиджак или жакет. Либо он может быть лояльный, если это офис IT-компании, где можно ходить в джинсах и в тапочках, может быть даже в шортах. Либо он может быть смешанный, где можно использовать casual, например, стиль, где нужен, да, официально деловой, но более спокойный, умеренный, где можно надеть рубашку и джинсы и спокойно ходить в офис. Куда еще нам может пригодиться дресс-код? Это, безусловно, какие-то деловые встречи или бизнес-встречи. Все прекрасно знают, что встречают по одежке. И когда вы хотите наладить какую-то коммуникацию с новым бизнес-партнером, познакомиться и привести его к положительному решению, важно, чтобы вы выглядели приятно для человека, чтобы вы визуально ему понравились. Это работает на психологическом уровне, поэтому залог успешной бизнес-встречи это соблюдение дресс-кода и визуальная ваша составляющая. Это могут быть какие-то события по типу свидания, встречи с друзьями, прогулки и так далее. Здесь нет жесткого дресс-кода, но нужно понимать, что дресс-код это вообще вся одежда, которую мы носим, все наши образы. Просто где-то он строгий, где-то менее строгий. Есть негласные правила, в чем мы ходим на свидание, в чем мы ходим на прогулку. Они, конечно, не такие строгие, как использование дресс-кода в офисе, но тем не менее мы понимаем, что, допустим, на прогулку с друзьями просто по городу вечером никто не наденет платье в пол и каблуки. Хотя нет никаких ограничений, но плюс-минус есть понимание, как уместно одеваться, а как нет. И дресс-код это чаще всего про уместность образа в конкретной ситуации, локации или мероприятии. Есть еще одно место, где можно использовать дресс-код, и, возможно, сейчас будет немножко непонятно. Это дом. Дома тоже есть свой дресс-код. Я сейчас объясню, почему важно его использовать и зачем он вообще нужен. Дома мы чаще всего отдыхаем, а сейчас с приходом удаленки в нашу жизнь вообще все смешалось, и часто мы работаем дома. И чтобы как-то расслабиться, чтобы разграничить работу от отдыха, разграничить работу от дома, дома нужно одеваться иначе, чем на улицу, на работу и так далее. Чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы отдыхать, чтобы чувствовать себя красиво, есть такой домашний нестрогий дресс-код. У каждого он свой, но я всегда рекомендую и каждый раз говорю, что важно дома выглядеть тоже красиво, чувствовать себя так же красиво. Это не говорит о том, что нужно носить платье и каблуки, но выбирать какие-то домашние образы, которые будут и вам приятны, и визуально приятны. То есть не какие-то старые там замыленные майки, нет, а какие-то красивые домашние уютные образы. Опять же, это не обязательно, это, наверное, вам как пример, что значит дресс-код дома, вот, скажем так. И давайте сейчас с вами поговорим о том, какой бывает дресс-код. Понятий вообще очень много, и разновидностей дресс-кода тоже очень много. Поговорим о основных, я расскажу немножечко, что они значат, а на следующих уроках уже будем более подробно их рассматривать. Так вот, какие же бывают виды дресс-кода? Вообще, само понятие дресс-код с каждым годом все больше и больше набирает популярности. Если раньше это было чаще в западных странах, то сейчас и у нас в России очень популярно соблюдение дресс-кода. Но многие вообще не имеют понятия, что это такое и почему есть определенные правила, которые нужно соблюдать. Вообще, если возвращаться в европейскую часть, то они очень часто проводят корпоративы с обязательным условием соблюдения дресс-кода и указывают, например, дресс-код white tie. Если дословно перевести, переводится белый галстук. И некоторые люди понимают это буквально и приходят в белом галстуке. Но все не так просто. Это такой вид дресс-кода, такое название. Об этом я расскажу чуть позже. Не нужно воспринимать буквально, что да, надо там соблюдать какой-то конкретный аксессуар. Нет, это лишь название разновидности дресс-кода. Давайте о них и поговорим сейчас. Итак, на сегодняшний день существует 7 самых популярных разновидностей дресс-кода. White tie, black tie, creative black tie, cocktail, business formal, business casual и smart casual. Возможно, что-то для вас непонятно, что-то было на слуху. Мы по каждому пройдемся, каждый обсудим и про каждый я расскажу более подробно. Конечно, если вы какая-то уважаемая особа в компании и придете на мероприятие, не соблюдая дресс-код, никто вам ничего не скажет, но посмотрит точно косо. Поэтому важно понимать и соблюдать дресс-код. Давайте начнем с white tie. Этот дресс-код является самым строгим, самым формальным из всех существующих дресс-кодов. Это значит, что если вы видите эту надпись, то можно смело готовить смокинг или какое-нибудь элегантное длинное платье в пол, например. Такие дресс-коды чаще всего используются, конечно же, на мероприятия. В офисе работать с таким дресс-кодом достаточно сложно, поэтому можете не пугаться. На работу, скорее всего, такой дресс-код вам не нужно будет использовать. Если говорить о white tie, что это? В мужском случае рубашка должна быть идеально выглажена, идеально белоснежная, поскольку данное мероприятие, куда вас пригласили, скорее всего, является архиважным. Женщины в этом случае должны надеть длинное вечернее платье, лучше всего в пол, возможно, с открытыми плечами, но без лишних деталей. Здесь мы минималистичны в аксессуарах, минималистичны в каких-то креативных своих настроениях. Это очень строгий дресс-код и важно его соблюдать. Можно дополнять свой образ украшениями, но я напомню, что это должно быть минималистично. И самое важное, это должно быть уместно. Не перегружайте образы какими-то аксессуарами, массивными или слишком яркими, или какими-то необычными. Пусть лучше это будут ювелирные украшения, какие-нибудь не броские, но достаточно дорогие, скажем так. Также можно взять из аксессуаров, например, твердый клатч или длинные перчатки, если, опять же, это уместно и подходит к образу. Это не перегрузит, не переборщит и будет как раз таки такими элементами, которые можно использовать именно в этом дресс-коде. Следующий вид – black tie. Он довольно часто используется и применяется как раз таки на корпоративах или мероприятиях развлекательного характера, скажем так. Само по себе понятие black tie уже говорит за себя. Черный – можно использовать черные цвета, темные цвета, неяркие, какие-то темно-синие, коричневые, например. В черном можно уже чувствовать себя, наверное, комфортнее. Тем более для девушек можно расслабиться и пофантазировать. Несмотря на то, что длина платья по-прежнему остается в пол, но теперь можно его украсить принтами. Опять же, не сильно броскими, неяркими. Можно украсить какими-то кружевами, кристаллами, вышивкой. В общем, здесь можно немножечко расслабиться и образ сделать чуть-чуть креативнее. Но напомню, что главное здесь придерживаться неярких тонов – темно-синий, черный, коричневый. Вот можно даже иногда использовать красный, если это уместно. Украшения здесь тоже можно использовать. Можно уже без ювелирных изделий. Можно, конечно же, с ними больше добавить каких-то креативных решений. Здесь можно сделать акценты на аксессуарах и можно добавить какие-то драгоценные металлы, например. Следующая разновидность дресс-кода – это Creative Black Tie. Если Black Tie – это что-то консервативное, в Creative мы можем добавить еще чего-то интересного. На самом деле здесь не сильно много места для креативности. Если в Black Tie уместно платье в пол, то здесь можно уже отойти от длинных платьев, надеть платье чуть короче, но не мини. И слишком креативные решения здесь не приветствуются. Здесь просто можно немножечко консервативнее, чем в Black Tie. Если Black Tie консервативнее, чем White Tie, то Creative Black Tie консервативнее просто, чем Black Tie. Платья могут быть здесь полностью сделаны из кружева или вышивки, дополнены какими-то интересными принтами. Можно посмотреть здесь уже для девушек костюмы или даже комбинезоны. То есть здесь больше, наверное, вариантов, что можно использовать. Но помним, что здесь тоже само по себе понятие дресс-код немножечко нас ограничивает. И здесь не сильно много места для креативности. Просто консервативнее, чем предыдущие два стиля. Но есть и хорошие новости для тех, кто любит добавить нотку креативности. Ее можно добавить как раз-таки в аксессуары. Например, можно использовать яркие туфли или сумку. Можно использовать какие-то фантазийные интересные украшения. В целом, ваш образ должен олицетворять такую элегантность, стиль и неповседневность. Это главная задача этого направления дресс-кода. Следующее направление — это коктейль. Возможно, вы часто слышали коктейльные платья. Вот это как раз-таки оттуда. И вообще, когда говорят о коктейльных нарядах и видах дресс-кода, мужчины сразу думают, что можно немного расслабиться и надеть что-нибудь проще, чем смокинг. Действительно, так можно надеть притальные костюмы, которые будут подчеркивать фигуру. В этом виде дресс-кода это, безусловно, уместно. Женщины могут, наконец-то, уйти от длинных платьев в платье покороче. Но, опять же, выбирайте наряд средней длины, потому что мини не всегда уместно. И вообще, с мини нужно быть достаточно аккуратным и понимать, куда можно, куда нельзя. В коктейльном дресс-коде мини мы можем использовать, но будьте аккуратны. Все-таки я бы рекомендовала использовать платья и юбки средней длины. Можно использовать чуть выше колена, тоже уместно. Цвета могут быть как темные, черные, темно-синие, коричневые, так и яркие, или даже постельные. То есть, здесь нет таких жестких ограничений. Можно использовать разные на любой вкус. Смотрите, чтобы цвета визуально подходили к вашему стилю, к вашему образу. И помните, что на некоторых вечеринках есть ограничения еще и по цветам, не только по виду дресс-кода. Что касается аксессуаров. Здесь поощряется бижутерия. Здесь можно носить крупные часы, украшения или какие-то необычные туфли. То есть, перемещать акценты на аксессуары. Туфли, сумки, ожерелье, кольца, серьги. Здесь можно добавить немного креативности. Наряд в этом стиле может выглядеть чуть менее сильно празднично. Но при всем этом, достаточно красиво, стильно. И важно, чтобы вы в нем чувствовали себя комфортно. Вот как раз-таки коктейльный стиль можно отнести не только к ивентам, к мероприятиям. В таком можно ходить в ресторан или на свидания. Опять же, я напомню, что у каждого заведения ресторана свой дресс-код. Но вот коктейльные варианты, они самые такие универсальные. Не строгие, но и не расслабленные, скажем так. Следующее направление, бизнес-формал. Такой дресс-код часто устанавливается для какого рода конференций, мероприятий, делового направления и серьезных деловых встреч. Также можно использовать его в офисе. Здесь приветствуется черно-белый стиль, но он не строго обязателен. Но напомню о том, что он наиболее удачный, потому что он не отвлекает и не переключает внимание вашего собеседника. Что касается женских образов. Женщины могут выбирать юбки, платья, костюмы, брючные костюмы, комбинезоны, но они должны быть строго по фигуре. Аксессуары можно использовать, да. Но в лучшем случае, в самом идеальном варианте, это какая-то дорогая сумка, которая подходит к вашему образу. Но если ее нет, ничего страшного. Здесь не перегружается образ какими-то яркими акцентными аксессуарами. Он должен быть более минималистичный, скажем так. В данном случае образ для девушки хорошо дополнят туфли-лодочки. Можно на невысоком каблуке. Можно добавить в образ из аксессуаров какую-нибудь брошь или винтажные серьги. Но помните о том, что не нужно смещать акценты на аксессуары. Важно, чтобы ваш образ доносил конкретную информацию. Если вы идете на какую-то конференцию и бизнес-встречу, то вы своим образом рассказываете людям о себе, о своем статусе, положении в обществе и так далее. То есть помните о том, что вы хотите рассказать людям о себе вашим визуальным образом. Следующее направление это бизнес-скэжуал. И это упрощенный вариант делового бизнес-стиля. Он зачастую устанавливается в офисах, на работе. Его часто используют. Он не про то, что можно носить джинсы, футболки, шорты и так далее. Но он более консервативный. Тем не менее мы помним, что ключевое слово здесь бизнес. А это значит, что образ по-прежнему должен быть строгим. Что в него может входить? Это какие-то приталенные деловые костюмы. То есть уже проще, уже менее строго. Костюмы могут быть приталенные. Это могут быть платья средней длины. Но у платья цвета могут быть достаточно разными. И даже какими-то светлыми, постельными. Может быть даже белыми. Главное, чтобы они не отвлекали от работы ни вас, ни ваших коллег. Но в целом это важно и в составлении образа. Поэтому я часто говорю о том, что мини не всегда уместно. Помним о том, что это может отвлекать коллег и доставлять какие-то сложности на работе. Что касается блуз. Блузы могут быть как с коротким рукавом, так и с длинным рукавом. Но желательно, чтобы они были однотонные. Принт допускается, но он не должен отвлекать внимание. Пусть это будут, например, полоска или какие-то неяркие неброские узоры из обуви. Допускаются ботильоны, туфли. Можно использовать аксессуары. Вот здесь можно дополнить образ какими-то яркими акцентными аксессуарами. Можно поэкспериментировать. Главная задача в соблюдении этого дресс-кода, чтобы он не отвлекал ваше внимание и внимание ваших коллег. Он может быть достаточно строгим, но плюс-минус его можно разбавить какими-нибудь аксессуарами. И последнее направление дресс-кода, о котором я расскажу на этом уроке, это Smart Casual. Вы наверняка слышали, и для вас, наверное, это более известное направление. Такой дресс-код отлично подходит как раз-таки для встреч с друзьями, в кафе, походов по магазину, по торговому центру, каких-то прогулок и повседневной жизни. Это такой, знаете, собирательный образ. Иногда говорят, что это собирательный образ француженок, потому что он олицетворяет одновременно и элегантность, и свободу. Это про что-то легкое, но стильное. В этом варианте будет проще назвать, наверное, что нельзя использовать, чем что можно, потому что список вещей, которые мы можем собирать в образ, достаточно огромный. Что мы точно не носим в Smart Casual? Точно не носим рваные джинсы. В целом я бы их уже не рекомендовала носить. Они уже вышли из трендов, и, возможно, какие-то элементы можно использовать, но не в этом дресс-коде. Состаренные джинсы, короткие шорты, свободные футболки здесь не рекомендованы. Свободные футболки по типу оверсайз базовой футболки использовать, безусловно, можно. Но помним о том, что если на футболке имеются какие-то неуместные надписи, то это уже не про Smart Casual стиль. Образ удобен тем, что его можно легко сделать уникальным, обыграв его какими-то аксессуарами, украшениями или бижутерией. На уроке мы разобрали с вами понятие дресс-код, поговорили о том, где он может использоваться, где что уместно, где нет, и рассмотрели основные виды дресс-кода, которые используются в нашей жизни. White Tie, Black Tie, Creative Black Tie, Cocktail, Business Formal, Business Casual и Smart Casual. Вы можете выбирать для себя любой удобный дресс-код, но чаще всего общество и то, где мы находимся, определяет то, как мы должны выглядеть. Это работа, это наше окружение, это те мероприятия, которые мы посещаем и заведения в том числе. То есть дресс-код зависит не только от формата мероприятия, он еще зависит от локации, от формата встреч и так далее. Мы с вами поговорили о видах дресс-кода и что они плюс-минус значат. Более подробно мы поговорим на следующих уроках, а сейчас я предлагаю выполнить домашнее задание. Оно не будет сложным и оно больше, наверное, на подумать, посмотреть на свой гардероб и ответить на какие-то вопросы. Итак, домашнее задание. Оно будет достаточно простым, нужно будет ответить просто на несколько вопросов, которые помогут разобраться в дальнейшем со своим гардеробом, с дресс-кодом и так далее. Первый вопрос. Вообще, в целом, как ты понял, что такое дресс-код, что это для тебя, какие у тебя интерпретации этого понятия? И есть ли дресс-код на твоей работе? Доволен ли ты своим офисным стилем, своей офисной капсулой? Я в дальнейшем расскажу, что это такое. Просто посмотри свой гардероб, соответствует ли он твоему дресс-коду, дресс-коду на работе, дресс-коду туда, куда ты ходишь на мероприятия, на свидания, на встречи с друзьями и так далее. И подумай, что бы ты хотел изменить в своем гардеробе. На следующих уроках мы поговорим более детально о всех этих понятиях, и это поможет тебе улучшить и немножечко, может быть, изменить свой гардероб.